Продолжение следует... Кто хотел, пришли. Что я могу сказать? Вы не поверите, да? Мне очень приятно вас всех здесь видеть. Даже прогулы некому поставить. Только было в прошлый раз, наверное, и в этот раз не меньше. У нас сегодня концерт посвящен Дню гражданской авиации России, или как его раньше называли, День аэрофота. Хотя это немножко рановато, но у нас по техническим причинам более близкие даты к этому дню заняты. Поэтому я думаю, что от этого хуже не будет. По крайней мере, я постараюсь. Концерт называется «Самая красивая работа». У меня был такой случай. Концерт назывался «Поэзия полета». А потом, когда он прошел, выяснилось, что именно эту песню я как раз и не спел за двух год. Что такого не случилось? Я решил всегда начинать именно с той песни, под названием которой называется «Вечер». «Поэзия полета». Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самая красивая работа, связанная с желанием летать. Оглянись назад без суеты, вряд ли сможешь ты сам себе ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Вечно в этом слое высота Будет неразгаданное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Вечно в этом слое высота Будет недосказанное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Время летать АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что моему замечательному другу, Владимиру Васильевичу Волоскову, через два дня, через три будет юбилей, 65 лет, он специально приехал сюда отметить сегодняшний день, хотя заранее вроде как не поздравляю, но такой случай, с наступающим день рождения. Продолжаем продолжать нашу передачу. Я сегодня программу состоял примерно в такой хронологической, немножко в хронологической последовательности, то есть начнем с курсантских, ну и там потом дальше по типам. Но на самом деле все равно все, что хочется спеть в один концерт, даже в два, наверное, не поместится, поэтому я уже сделал выборку, а там будем корректировать по ходу дела. В этой песне у меня есть слово «Вира», оно, конечно, совершенно не характерно для авиации, а вовсе больше как-то для стройки. Но вот оно вот так мне тогда в рифму попало, поэтому вот так. Не в километрах меряю свой путь, мой долгий путь почти в пять лет длиною, и без меня пока что где-нибудь Мой самолет взлетает над землей, пусть на дорогах не растут цветы, Пару лица ветра дождем и снегом, Но нужно мне дойти до той черты, С которой самолет уходит в небо, но нужно мне дойти до той черты, С которой самолет уходит в небо. Я от нее начну другой отсчет, и сам себе скажу негромко «Вира», Когда пойдет на взлет тот самолет, Где буду я, уже не пассажиром, Парую дрожь в глазах, ногах круги в глазах, Но вряд ли путь к мечте бывает гладким, И ждут меня в различных городах. Аэродромы, взлета и посадки, Стремятся все к чему-то тут и там, Мечта своя у каждого по праву, Одни к деньгам, другие к городам, А третьим подавай почет и славу, И в повседневной этой суете, Куда бы я ни шел, и где б я ни был, Мой путь всегда лежит к одной черте, С которой самолет уходит в небо. Спасибо. Ну, какие бы там усилия я над собой не делал, Но все равно почему-то я волнуюсь, не знаю, Поэтому вот сбиваюсь, ошибаюсь, Ну ничего, это оживляет концерн. Если у нас останется время, Мы потом, может быть, что-то добавим, что-то. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, Пристегнул ремни, напянул гарнитуру, Вот опять передо мной, Точит штурвал, И сидит инструктор мой, Какой-то хмурый дает добро, И я без лишних слов рулю его. Мой самолет на старте, К полету я морально не готов, Ну да ладно, бог с ним, Контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал, Смотрит так и все молчит, Что это с ним творится, Плавно-плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня Разговорится о самолет, Как очень вредный бык, Все норовит, то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, За то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, А инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, О которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, И даже чью-то маму вспоминал, И все не мог понять, ну кто же кто, Меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня пот течет рекой, И уже не слышно, что в эфире говорят. Так кто же мог подумать, что болтливый он такой, Напросился я вот теперь сам, Неродной уж не остановить, И громкость не убавить. Вот беда, я думаю о том, Как до земли дожить, Сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет, А меня хоть выжимай, до того я мокрый, А инструктор мой охрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый, Шатаясь, из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, Я отдохну, в салоне посижу, Пускай тебя послужит другой. Спасибо. Знаете, вот я все-таки, Ну, из концерта в концерт, Больше пою почти одни и те же песни, Ну, для того, чтобы как-то маленько разнообразить, Я вот так пытаюсь время от времени Исполнять то, что-нибудь порежу, да? Вот, одна из таких песен, Это песня про Колпашева, Вот, я объясню, там есть такие слова, Мне неприятно вспоминать, Как я попал в Колпаша, На самом деле, нет, там замечательно, Там романтика, красота и все, Вот, ну, там был один такой момент, Что, когда нас распределяли После училища, Ну, вот уже в западно-сибирском управлении, Ну, и спросили, кто куда хочет, Вот, ну, и Я как в песне поется сказал, Я хочу в Колпашево, Там северные надбавки, Там больше платят и так далее, А, ну, значит, Часть группы Поехала в Колпашево работать, А другая половина, значит, Барнаул, У меня был целый месяц, Чтобы слетать туда и туда, Посмотреть просто, Где, где что находится, Вот, в итоге, Просто, люди, которые попали в Барнаул, Они, ну, на самом деле, Была гораздо интереснее география, Вот, мы с Колпашево, У Новосибирск, То, смык, смык, стрижево, Тин-ды-ды-ды-ды-ды- А из Барнаула летали В Ташкент, Волма-Ату, Там еще и с эстафетами Это все дело было, Вот, вот, Ну, вот так вот, Вот, а на заваленке-то Я не сидел, на самом деле, Это просто мне в голову пришло, Сижу на заваленке, Починяю валенки. Это же шуточная песня, Потому что... Сижу я на заваленке И починяю валенки, Со мной котенок маленький Пытается шеремец играть, А ты меня не спрашивай, Как я попал в Колпашево, Как я попал в Колпашево, Мне неприятно вспоминать. Доверчив в высшей мере я, Кому-то слишком верил я, Сказали мне на севере, Работ хватит всем с лихвой, Но мало здесь летаю я, И мало получаю я, От скуки помираю я, И перспективы никакой. Жил к городу приличному, С рождения привычный я, И было все отлично, Но судьба решила поиграть, Луна ли солнце щурится, Недолго окочурится, С удобствами на улице, Зима при минус сорок пять. Сижу я на заваленке, И починяю валенки, Со мной котенок маленький, Пытается шельмец играть, А ты меня не спрашивай, Как я попал в Колпашево, Как я попал в Колпашево, Мне неприятно вспоминать, Мне неприятно вспоминать, Мне неприятно вспоминать. Спасибо. Кстати, вот всем моим коллегам, с кем я работал в Колпашево, Просто потому что эта песня нравится, Несмотря на то, что там люди все с юмором, Поэтому ничего обидного в этих словах, К счастью, они меня не нашли, не побили. Там, кстати, Такой интересный момент запомнился, Мы жили в общежитии, Через дорогу, частный сектор, Ложишься спать, Где-то часов уже в половине двенадцатого, Сначала тишина, Потом, значит, Где-то в каком-то дворе Собачка такая, Тяф, Из соседнего двора, Тяф-тяф, Тем более, как он проходит, Там, откуда-то с другой стороны, Тяф-тяф-тяф, Минут через пять, Такой гвалт стоит, И главное, что он стоит долго, Это с полчаса, наверное, уснуть невозможно. Вот. Но это просто, Надо о чем-то говорить между песнями, Иначе будет неинтересно. Следующая песня тоже была написана в Калпашево. Я даже не знаю, почему. Ее довольно часто просят исполнить. Она так и называется, Летчик виноват. Тогда был еще Советский Союз, Поэтому Населенные пункты, Которые перечисляются, Мы все жили в одной большой стране. Ну, кстати, Многие говорят, что с тех пор Немного то, что изменилось. Если вдруг у вас в пути пропал багаж, Вместо Крыма вы попали на Балхаш, Если край никто не знаешь, Никогда не прогадаешь, Если свалишь всю вину на экипаж, Если край никто не знаешь, Никогда не прогадаешь, Не стесняйся, Все вали на экипаж. Вы любой возьмите случай наугад, Например, Над Сочи сильный снегопад, Ашкабад не принимает, Волгоград не заправляет, И во всем обычно Летчик виноват. Ашкабад не принимает, Волгоград не заправляет, И во всем, Ну, конечно же, Летчик виноват. Кто-то вечно что-то делает не так, Процветает в авиации Бардак, И вот этот самый летчик Без образиев источник, И вообще для пассажира Главный враг. И вот этот самый летчик Без образиев всех источников И вообще для пассажира Главный враг. Нас недавно собирали на разбор, Больше трех часов тянулся разговор, А к концу второго часа стало всем нам вдруг не ясно, Как мы не поубивались до сих пор. Мы ж не знаем, ну почти что ничего, Мы ж летаем, как придется, на ось, НПП не открываем, Все на свете нарушаем, Безопасность не волнует никого. РЛ не открываем, Все на свете нарушаем, Безопасность не волнует никого. Лишь инспектор от беды нас всех спасет, В авиации порядок наведет, И нам отрежут по талону, Чтоб скорее эталоном стал на транспорт Родной аэрофон. И нам отрежут по талону, Чтоб скорее эталоном стал на транспорт Родной аэрофон. Спасибо. Вот следующая песня. Вообще ее очень редко исполняю. Она тоже такая шуточная, естественно. Вот когда я поехал переучиваться на самолет Ан-24 с Як-40, Потому что нужно было переводиться в Новосибирск, а в Новосибирске Як-40 не было, а было Ан-24. И когда мы начали осваивать эту технику, После Як-40 он, конечно, ну так, скажем, тяжеловато, не очень понравился. И даже было вот, если бы была возможность там вернуться с переучивания, кстати, даже были такие люди. Нет, потом этот самолет я очень даже сильно полюбил, я на нем отработал там семь с половиной лет. Вот. И с ним связаны очень самые... Вообще, я должен сказать, что нелюбимых-то самолетов нет. Потому что с каждым связаны истории так же, как и некрасивых не бывает, как и нелюбимых не бывает. Потому что с ними связаны лучшие моменты нашей жизни. Вот. Но в тот момент вот такая вот песня была. Называется «На двух винтах». Я не знал, что так привык к машине этой фирмы Як, А на горбатом корабле не все не то и все не так. Ни там буфет, ни тот штурвал, и непонятно на черта. Я три турбины поменял на два винта, на два винта. Пусть возит больше человек, и пусть горючки меньше жрет, Но не поднимет человек на семь пятьсот и восемьсот. Конечно, в чем-то он хорош, и все ж не тот разбег, а размах. Да и куда же ты попрешь на двух винтах, на двух винтах. Ну все, она такая коротенькая. Спасибо. Поскольку у нас концерт тематический, то надо по возможности осветить все, там стороны, все отрасли, и кто у меня задействован в персонажах. Следующая песня называется «Курочка». В общем, я уже много раз эти песни исполнял, и много раз их комментировал, и как-то уже вроде ничего нового сказать не могу. Поскольку люди приходят, но в основном те, кто уже не раз были, им, наверное, тоже уже все это известно. Поэтому... Можно еще раз? Можно еще раз? И поскольку летел первый раз, значит, было страшно, что... Как бы самолет не упал, вот. А, значит, все это происходило до того момента, когда... Пока не принесли ворт питания, потом все как-то нормализовалось, наладилось, и все стало хорошо. То есть... А дальше все, что я рассказываю, я потом это все пою. Поэтому дублером и получается. В серебристом лайнере гомом оживление В сяткином столике с нетерпением жду Девочки в передничках с грацией в движениях Пассажирам курочку снова раздают Сразу забывается грусть и невезение И куда девалась вдруг прежняя тоска Сразу поднимается наше настроение И ярче светит солнышко, и краше облаха Мы взлетели вовремя, дальняя дорожка Надо бы и летчикам пожевать чуть-чуть Командир с механиком очень любят ножки А второй особенно уважает грудь Кто сказал, что курица будто бы не птица Не согласен буду с ним, он ей Богу врет Как цыган без лошади, как милан без пиццы Так вот и без курицы наш аэрофлот Несомненно курица необыкновенная И неповторимая птица наших дней В бортовом питании вечно неизменная Как звезда в измученной в душе моей Как звезда в измученной в душе моей И могу заверить вас, железобетонная Завтра так же, как вчера и позавчера Будет она самая авиационная И в эмблеме нашей ей быть давно пора И в эмблеме нашей ей быть давно пора В серебристом уране гомон оживления Все откинув в столики с нетерпением ждут Девочки в передничках с грацией движения Это объедение снова раздают Это объедение снова раздают Вот Ну, в принципе, эта песня, она не только про курицу Она еще и про девочек, которые с грацией в движениях раздают Вот поэтому я сразу и вторую песню Освещенную стердесом Свою Наш горбатый самолет Ой, не любят стердесы Гном на вылет, как на каторгу идут Им бы все на туполях В Сочи, Львов или в Одессу А у нас то Нижневартовск, то Сургут Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень Самолет у нас не лучший самый А летать на туполях Так кто же нас не хочет Но кому-то ж надо и нам надо Наш горбатый самолет Вряд ли ступолик сравнить Здесь совсем не те и скорость, и комфорт Все гудит и дребезжит И мечта бортпроводницей Поскорее вернуться в свой аэропорт Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень Наши весы вовсе не награда Мы бы сами вместе с вами Полетели в Сочи Но в Сургут кому-то тоже надо Ну и недолюбливают нас Эти тонкие натуры И по сердцу нашей внимания Вот на туполе говорят Культура не амура, не лемура И намеков нет на приставание Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень Потерпите, милые, немного Вы от нас и наших рейсов отдохнете в Сочи А у нас на север лишь дорога Вы от нас и наших рейсов отдыхайте в Сочи Ну а мы туда нам и дорога Нас сегодня потрепало Намотало-пополкало так, что в руках не удержать А мы зря попотели Покрутили, повертели Но доехали и сели Слава Богу, что сказать? А когда вокруг сверкает Самолет во тьме швыряет Каждый сразу понимает Как он сильно хочет жить Пассажиров мы жалели Как могли и как умели Да мы и сами жить хотели Если честно говорить Полет окончен Заторможенный Шасси и самолет Устало крылья опускает А на перроне Теплый дождик моросит И у стоянки Нас автобус поджидает Мы проходим между кресел Все в порядке, без эксцессов И на лицах попелевших Вновь улыбки запестрят Очень рады пассажиры Что остались нынче живы И нас за то, что не убили От души благодарят На шеи закончен Командир и экипаж Желают вам всего хорошего До встречи А на перроне Нас встречает летний вечер Не создавайте У дверей Ажиотаж Не создавайте У дверей Ажиотаж Спасибо за такое начало. Это тоже песня еще из Сан-24, просто как-то запомнился год такой, но очень ветреный год. Зима и уходы на запасной часто, потому что по ветру не подходило, да, сцепление, ветер, ну, как запало. ПЕСНЯ Нам сегодня опять не взлететь, как вчера. Поперек полосы задувают ветра. Поперек полосы задувают ветра. ПЕСНЯ На дело, вчера и сегодня вот эту песню несколько раз сыграл, ни разу не ошибся, ни разу не сбился. А вот волнуйся все равно. Косю. Сейчас мы маленько сдвиг по времени сделаем. Следующая песня называется «Про самолеты», там у нас минусовочка есть. Только ты мне сразу делай, чтобы я не догонял, потому что если начинается с тишины, будет сбой. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы по небу днём и ночью – такая вот работа. Пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает Потому что мы летаем на красивых самолетах Потому что некрасивых самолетов не бывает Белоснежный или серебристый лайнер, как что-то Элегантен, грациозен, восхитительно прекрасен И поверьте, красоту нельзя отнять у самолета Даже если совершенно непривычный цвет окрасить Вы поверьте, красоту нельзя отнять у самолета Даже если цвет зеленого горошка разукрасить И неважно, туполь, боинг или аэрбаз трехсот Посмотрите, как он рулит по берону, как взлетают Или поймете, не бывает некрасивых самолетов Потому что некрасивых самолетов не бывает Субтитры создавал DimaTorzok Вы поймете, не бывает некрасивых самолетов Потому что некрасивых самолетов не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Тут еще надо добавить, что некрасивых вертолетов тоже не бывает Да, согласны? Я просто, я хочу говорить, что не хочется мне, вернее, наоборот, мне хочется подчеркнуть. У нас в зале присутствует герой России Алексей Иванович Новиков, медиспитатель «Черные акулы», заслуженный летчик Алексей Алексеевич Новиков. Это люди, чьи жизни именно с вертолетами связаны. Я думаю, что в моем творчестве это серьезный пробел. К счастью, этот пробел очень полно восполнил Николай Анисимов, у которого много совершенно замечательных песен про вертолеты, ну и как и, впрочем, других. Я, пользуясь случаем, анонсирую его следующий концерт, который состоится 23 февраля традиционного, в день Красной Армии. Поэтому еще есть немного совсем свободных мест, и я, в общем, советую людям не тянуть, потому что, коли это аншлаги традиционные, я думаю, что не пожалеете. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, друг, ты мой потертый, Ту-154-й, наше встречи рад, я как всегда. Как здоровье состояние по полетному заданию нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю несуетливо фюзеляж и крылья и шасси. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьбы наши тоже, облака, приборы, привода. С одного того же года, я с облака, ты с завода, помнишь, как блестело все у нас тогда. Мы немало полетали и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство, не продать его, нельзя не раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запаловый уже не тот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем, с судьбой крылатой нам с тобой в жизни повезло. Спасибо. Не успевай. Когда летишь на восход, ужасно хочется спать. И город Владивосток, я не люблю посещать. Я не люблю по три дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно не пить. Когда летишь на закат, то спать не хочешь совсем. Люблю летать в Ленинград, в Москву летать любят все. Про Сочи, что говорить, тут все понятно и так. Там можно даже не пить, и все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти, не стучать, и не спугнув тишины. Смотреть, как тихо сопет во сне мои пацаны. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Летчик должен летать И не чей-то каприз Звальщик должен ворить Кто-то должен шить тапки Если вор своровал Сыщик должен сыскать Лекарь должен лечить Бизнесмен делать бабки Техник должен технить А летчик должен летать Ни копать, ни стрелять Ни размазывать масло По холстуках Рембрандт Чтоб шеневр написать Летчик должен летать В ясный день и в ненастный Еще по ночам Когда хочется спать Кто-то должен мешки Вдохновенно ворочать Кто-то словом на дело Его вдохновлять А летчик должен летать Потому что он летчик Вот если бы счетчиком был Должен был бы считать Я, быть может, неправ Я могу ошибаться И, возможно, меня Кто-нибудь упрекнет Каждый делом своим Должен, мол, заниматься Летчик должен летать Летчик должен летать Пусть Киркоров поет Каждый должен пахать По возможности классно И тогда будет все И у всех ошибись А летчик должен летать Тут все просто и ясно От себя, чтобы вверх От себя, чтобы вниз Спасибо Что? Все песни до сих пор шли Про небо Поэтому сегодня день такой Тема такая Сейчас маленько разбавим лирикой Это будет Но поплавим все Я к вам спешил Лишь только для того Чтоб сердце вдруг Забилось часто-часто Как мало нужно Было мне для счастья Увидеть вас И больше ничего Увидеть вас И снова ощутить Какое это Высшее блаженство Про все забыть Дыхание затаить И любоваться Вашим совершенством Я к вам спешил Не думая о том Что ничего Из этого Не выйдет И не мечтая Больше ни о чем Мне было нужно Просто вас Увидеть Увидеть вас И отвести Глаза И сделать вид Что встретились Случайно И не решится Ничего сказать Пусть все Навеки Остается Тайной Минувших дней Забытую печаль Зачем-то мне Опять Подарит Память И унесет Опять Куда-то Вдаль И пережить Все заново Заставит Увидеть вас И может быть Смешно Я не любил Так Ни одну Из женщин Я к вам спешил Все было Так давно Мне было Десять Ладно Немного Меньше Спасибо Спасибо Это я уже забегаю вперед Через месяц 8 марта Это к 8 марте А кто-то считает Все это химеры И вздор И не променяет Покой На разбег И простор И жив Будет Хлебом Единым Не в силах Понять Красивое Небо Красивое Дело Летать Красивое Небо Красивое Дело Летать Вести Как по снегу Легко Километры Листать И чиркнуть Небрежно По облачной Вате Крылом Моря Безмятежно В просторе Небес Голубом Красивое Небо Красивое Дело Летать Нестись Горизонку И вдаль Его отодвигать Меж Тьмот Воздушных Что плавно Плывут Над землей Пугая Порою Своей Красотой Грозовой Красивое Небо Красивое Дело Летать И все Начиналось Когда-то Со слова Мечта Красивое Небо Когда-то Давно Выбрал Ты Чтоб Всю Свою Жизнь Любоваться Землей С высоты И Где от земли Оторв Луч Слетел Выше Птиц В пространство Где нету Пределов И нету Границ Частица Вселенной Поможет Себя Осознать Красивое Небо Красивое Дело А кто-то считает Все это Химеры Без долг И не променяет Покой На разбег И простор И жить Будет Хлебом Единым Не в силах Понять Красивое Небо Красивое Дело И дать Аплодисменты Если бы я не ошибался Тогда бы Можно было брал Так, давай по облакам сделаем Я не настроил Ты еще не настроил? Аплодисменты Игорь Аплодисменты Игорь Аплодисменты Игорь Аплодисменты Игорь Аплодисменты Дождик моросит, от самолёта тень скользит по облакам, по облакам. А в небе дождик моросит, от самолёта тень скользит по облакам, по облакам. Я был за три девять земель, я пролетал через метель, Но снова тень отдал далёким городам. Я так люблю лететь домой, чтоб снова встретиться с тобой, по облакам, по облакам. Я так люблю лететь домой, чтоб снова встретиться с тобой, по облакам, по облакам. Мне в этой жизни повезло И стороной обходит зло И мой маршрут по замечательным местам И благодарен я судьбе, что вновь несёт меня к тебе По облакам, по облакам И благодарен я судьбе, что вновь несёт меня к тебе По облакам, по облакам И благодарен я судьбе, что вновь несёт меня к тебе По облакам, по облакам По облакам, по облакам Спасибо В этой песне аранжировку делал замечательный новосибирский музыкант Александр Владыкин Вот я когда её пою, я получаю огромное удовольствие от этой аранжировки Потому что она красивая и такая заводная Подрастают у меня сыновья Чем-то в жизни предстоит заниматься им И хочу им посоветовать я Ты попал на всю жизнь Биоритм Биоритмы сбиты напрочь давный-давно И в кабине по пятнадцать часов И здоровье на болячки разменя Я на дно небо Только раз окунись в небо И попал на всю жизнь Небо Ни любя, ни скорбя Не отпустит тебя Есть красивая Но кроме того Перегрузки, стрессы и радиация Не ударьтесь о крыло головой Не ходите, пацаны, в авиацию На земле профессий не сосчитать Подбирай себе бытьё беззаботное Я бы сам, когда всё снова начать То, наверное, пошёл Снова в лётное Ведь небо Только раз окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Ни любя, ни скорбя Не отпустит тебя Небо Только раз окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Ни любя, ни скорбя Не отпустит тебя Спасибо Спасибо. Добавил старых, хорошо забытых, записал новый альбом, который сейчас продается, называется альбом «Экипаж» по названию вот этой песни. Наш самолет коснулся полосы, кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег, остановлены часы, мы удовлетворенно улыбнулись, полет окончен, можно отдыхать, и гордо рулит лайнер белосиний. Мы с ним опять все сделали на пять, мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло, я вспоминаю час и поныне. На эшелоне солнце бьет в стекло, и вчетвером мы вновь в одной кабине. И нам сейчас название «Экипаж», и мы сейчас как организм единый. И тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. И тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. Тамара принесет нам кофейку, и штурман вновь достанет сигареты. Владивосток нас ждет или Баку, а может быть Ганновер с эстафетой. И хорошо мне просто оттого, что я в кабине, в экипаже, в форме. И мне не нужно больше ничего, полет идет, параметры все в норме. И мне не нужно больше ничего, полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного пацанов, что на глаз кокпит сразу попадают. Конечно, там работа, будь здоров, но несомненно, что-то пропадает. На Боингах зарплата хороша, и сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа, в четырех членах нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа Четырёх членов нашим экипажам Наш самолёт коснулся полосы Кто спал в салоне, даже не проснулся Пробег, остановлены часы Мы удовлетворённо улыбнулись Полёт окончен, можно отдыхать И гордо рулит лайнер белосиний Мы с ним опять всё сделали на 5 Мы снова отработали красиво Мы с ним опять всё сделали на пять, Мы снова отработали красиво. Спасибо. Надо обсудить начало лучше в 18 или в 19? Кому как удобнее проезжать и уезжать? В 18. Юра, это фунт суббота, да? Да, у меня концерт традиционно в субботу, потому что завтра, чтобы никуда не торопиться. В 18. В любое время. По обстановке, по усталости. Ну, с той стороны будут какие-то мнения? Привет. Извини, что я тебя вижу давно. Голосовать. А кто считать будет? Счётную комиссию надо. Вам всё равно. 18. 18? Юра, наверное, подговорился. Ну ладно. Значит, следующий концерт будет 22 апреля в 18. В 18. В 18. В 18. В 18. В 18. Ни каких бань не будет. Задаются, наверное. Но это объявление. Ну ладно. Значит, сейчас у нас перерывчик минут 20, наверное. диски будем подписывать после концерта. А сейчас пока я на минутку отойду, глоток сделаю, потом выйду, просто попытаюсь поздороваться со всеми...